так какой это сыр? это сыр по типу гауды они твердые, кстати там уже не нарезала, но у нас там есть а можно вот вытащить показать что было? конечно 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 вот головка сыра вот так выглядит головка сыра примерно 800 грамм здесь по мере как она покрывается плесенью немножко ее обмывают, обсушивают и укладывают обратно то есть это все какие-то там разные сыры вот стоят а вот этого что такое? это то ли качковал это называется это сыры это сыр в воске он внутри созревший вот там определенной технологии и он на определенной стадии он опускается в воск в парафин или воск там у кого-то что есть это вот в данном случае воск опускается воск 2 опускается 2 вот она полоса видна да 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 опускается вторая половина и все и он кладется на консервацию дальше он не отдает влагу он просто хранится ну может быть не вечно но достаточно долго камамбера да он засох он получил вот эту структуру все вот это плесень все он даже по запаху если видеокамера запах не передает к сожалению вот это вот именно камамбер который перезрел он уже никуда его можно съесть он совершенно полезный съедобный то есть это не в продаже уже как бы люди его не поймут понятно все это сочиняется очень просто берут холодильник ставится на самую низкую температуру особенно летом подогревать и вот то что мы есть сейчас допустим сыр был который вот этот сыр который мы сейчас просто был за столом мы ели вот он сейчас полежит он вылежится он немножко спрессуется чуть-чуть потеряет соленость там своего определенную и будет просто сыр базовый рецепт а вот это вот это у нас загадка большая это мы будем пробовать это чидер видимо или сыр сделаны по типу чидер вот он такие вот он должен быть больше там он немножко покрыт плесенью немножко покрыт вот мы берем эту головку ну сколько здесь килограмм и полтора как минимум это и два около двух лет она около двух килограмм можно покинуть на весы и посмотреть вот ну примерно это мой первый опыт вот он скажем так достаточно вот где-то мягкий то есть его можно промять пальцем попробовать да если сильно нет ну как это ну нифига себе немножко мнется вот тот сын не промнешь уже и мы сейчас возьмем один сырок первый с краем они одного года выпуска и дня даже практически просто процесс приготовления сыров щидеризации он имеет некоторые особенности и если мне удалось понять эти особенности то сейчас мы включим сыр с удовольствием то сейчас мы выплюнем и сотрем этот ролик и вам его не покажем не не ролик мы не сотрем на как она был был неудачный опыт неудачный был но я надеюсь на другой куда то есть тот кусок который очень долго лежал у нас рядом с мая месяца что-то там у нас выросло мы надеемся что это чем мы не знаем что получится но мы выжим так четвертушку то есть мая месяца его не доставали да и желаю понюхать так ну есть желание попробовать давай давай понюхаем это сыр это сыр в любом случае это сыр да это давай вот покажем эти самые дырочки да видно все шикарно небольшие дырочки и дырочки не должно быть много если мы делаем какой-то сыр определенный который именно вот с такими дырками с квадратными там добавляется блюда ферменты чтобы эти бактерии там раздувает аммиаком они раздувает его этим углекислым газом они создают дырки то есть подожди весь этот сыр блин это все равно к это химия чертова блин нет это бактерии а бактерии раздувают аммиаком да они простите какую-то аммиаком понятно то есть от не то что газ закачивается там не а и это нормальный естественно процессом понятно так это это рецепт чеддер да этот чеддер вроде бы должен быть меня конечно сейчас многие там надо закидают этими там есть ребята которые могут меня совершенно спокойно закидать поленьями вот но я думаю что они все-таки моему уборству но немножко так сказать отдадут так сказать пути некоторым ну скажем что молодец александр я его делал делал как тело александр молодец да я отдавался столько времени готовить месяца умеет три месяца нужно лежит сейчас конец июля у нас я буду пробовать внутри месяца пойдемте пробовать то есть м Продолжение следует...